Сегодня нужен общенациональный лидер, человек, на Западе на которого посмотрят Украины и подумают, ну знаете, ну может быть не совсем думает, как я, западник скажет, но приемлемый. И на Востоке скажут, вы знаете, подходит, давайте доверим. Вот нужен человек. Очень жаль, что я пока не вижу такого. Ну извините, что я вмешиваюсь в чужие дела. Не дай бог допустить опять, когда загорятся покрышки, запалают косты, коктейли Молотова, и снайперы начнут стрелять на улицах Киева, а может быть и не только. Вот это уже будет совсем плохо. Майдан для нас не новость, вы же это понимаете. Это же не первый раз. И вы знаете, с первыми майдановцами Виктор Ющенко, потому что я до сих пор дружу. У них свои вопросы, у нас свои вопросы, и мы будем на этом строить свою политику. У них свое государство, у нас свое государство. У нас единые цели по Украине. Украина должна быть целостной. Никто не должен раздербанить эту великую страну. И она нам не чужая. Поэтому не надо переживать, что вот ай-ай, там что-то случилось у нас. Надо переживать за то, что наши люди там переживают вот этот тяжелый кризис. Это очень тяжелый. И это только начало. Знаете, красиво на площади можно говорить, можно призывать чему угодно, но завтра ведь начнутся вопросы экономики, финансов. Людям надо платить пенсии, зарплаты. Людям надо дать работу в конце концов. Вот что завтра встанет перед революционерами, какие вопросы. Поэтому, если все по-доброму, по-мирному, мы обречены жить с ними в дружбе и согласен. Но вы не должны в голову это брать особенно. Белорусы Майдан попробовали сделать в 2010 году. Понимаете, единственное, что вот я часто так думаю, вот теперь наш народ понял, что могло бы быть, если бы мы этому попустительствовали. Но мы же ни водой не поливали, ни газ не применяли, никому ничего не ломали. Но если ты дотронулся до военного человека, до милиционера, до спецназовца, который вас пытается там разнять, ответ будет мгновенный. Даже не власть. Ну как это я могу позволить, чтобы военному человеку плевали в лицо? Это же наши дети. А тем более убивают. Поэтому вы не переживайте. Все будет нормально. Мы ничего друг друга не взяли. Мы ни у кого ничего не украли. И шикарного за чужой счет ничего не создали. Там довели уже и людей до такого состояния, что некоторые махнули, думают, хуже не будет. Поэтому вот это главное, чтобы у людей была работа, кто цимбалы, кто с кистью художественную, кто поет, кто играет, кто танцует. Но люди должны быть заняты. Мы живем в динамично изменяющемся мире. Порой, к сожалению. То здесь, то там, на планете спихивают очаги напряженности. Поэтому нам нельзя терять деятельность. Учиться надо на ошибках других и не допустить даже малейших проявлений нестабильности в нашем государстве. К примеру, тому огромное множество, включая незатухающие революции в мусульманском мире и периодически возникающие беспорядки в странах Содружества. В этом отношении показательна ситуация в соседней Украине, которая стала ареной столкновения мощных внешних и внутренних сил. Даже в нашем обществе, как я заметил, наметились некие напряжения, опасения за безопасность и стабильность нашего государства. Для нас Майдан не то, что неприемлем. Майдана в Беларуси не будет. Это наша с вами, людей в погонах, священная обязанность и задача. Сохранить мир и стабильность на нашей земле. Как бы ни отличались такие события в разных странах, нельзя не заметить общие характерные черты. Ослабление власти в государстве, коррупция, безнаказанность и безалаберность, безответственность власти, о чем мы очень часто в последнее время говорим, влекут за собой беспорядки и анархии. Общество раскалывается, экономика стагнирует, люди страдают и становятся слепым орудием деструктивных сил. Если у нас своих не хватает, нам могут подкинуть. И это мы тоже должны иметь в виду. И словно коршуны наделешь добычей, слетаются потом зарубежные доброжелатели, которые еще больше разжигают страсти и подбрасывают дрова в костер. Наше величайшее, суверенное завоевание – то, что в непростых условиях нам удалось сберечь согласие и спокойствие народа. В Беларуси в течение 20 лет сохраняются мир и стабильность. Это факт новейшей истории и главное условие благополучного развития Беларуси. Во многом это достигнуто благодаря мужеству, выдержке, бескористному труду личного состава вооруженных сил и правоохранительных органов. Разговоры об исключительности какой-либо нации могут привести к опасным и даже трагическим последствиям. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, имея в виду недавние заявления своего американского коллеги. Напомню, на прошлой неделе Барак Обама с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что Америка верит в собственную исключительность и в своей деятельности учитывает не только собственные интересы, но и интересы всего мира. По словам Лукашенко, подобная риторика напоминает об идеологии нацистской Германии. Вы же посмотрите, до чего договорились. Американская нация, которая себе уже присвоила право некой исключительности. Вы понимаете, чем это уже попахивает? Мы эту исключительность в середине прошлого века пережили. И она стоила 50 миллионов жизней. Правил был Путин, когда говорил, что самое страшное, когда мы эту идеологию о нашей исключительности, как говорит Обама, вбиваем в голову собственного населения. А это 300 миллионов человек американцев. И вообще меня Обама поражает. И что совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют.